Борьба за дорогу в морг. Сегодня исполком определил победителя тендера по транспортировке тел и останков умерших. С организацией, которая выиграла конкурс, муниципалитет подпишет контракт на 5 лет. Кто же теперь будет отвечать за столь специфические перевозки и в городе, и главное в чем выгода, узнал Егор Орлов. Регистрацию на участие в конкурсе успешно прошли три организации. Две государственные, спецсан АТП Егор Комунхоз, а также ритуальный центр индивидуального предпринимателя Барсукова. При рассмотрении заявки учитывались возможности этих контор. К тендеру готовились. Все три организации практически до момента регистрации наращивали автопарк. Хотя большого числа катафалков для этого не требуются, уверены специалисты службы похоронного дела из Гор Комунхоза. Ибн Анна до тендера отвечала за эти перевозки с 2011 года, а создана была по примеру аналогичной казанской конторы. Должна после каждой смены стираться. Все это мы осуществляем при помощи стиральной машины. У нас специальный нагревательный тентак. Также необходимо применять химию. Это все сертифицировано. Химия для санобработки, инвентаря, огромное количество масок и перчаток. Все это расходы. Плюс траты на ГСМ и зарплату. Например, в службе Гор Комунхоза 8 санитаров и водителей, а также 4 диспетчера. Звонок может поступить в любое время суток. А всего в месяц от места смерти до морга перевозят в среднем полторы сотни тел. И все это бесплатно для родственников умерших. Подразделение финансировалось за счет иных доходов предприятия. Так зачем это работать частникам? Если они занимаются похоронной деятельностью и реализацией ритуальных принадлежностей, дело в том, что вывоз трупов и контакт с родственниками – это самый короткий путь к клиенту. Самый короткий путь к клиенту, о чем, наверное, они и мечтают. Я говорю, в частности, о частниках. И расширить бизнес таким способом не запрещается, уверена федеральная антимонопольная служба, которая и обязала членских чиновников провести этот конкурс, ведь он без обеспечения заявки. То есть, независимо от того, кто победит – частная организация или бюджетная, денег за выполнение этой функции от государства не получит никто. Сегодня в 14 часов назвали победителя тендера. У спецсан АТП баллов меньше всех. Ни одна заявленная машина не удовлетворяет требованиям к катафалкам. У горкоммунхоза годный признали лишь одну, а у ИП Барсукова – три. Таким образом, победителем у нас является индивидуальный предприниматель Барсуков АЕ. Новая служба действительно будет создана, будет, естественно, скорее всего, другой телефон, потому что до этого тот телефон находился у горкоммунхоза. Эту информацию мы оповестим, дадим, она будет в отделах милиции. В течение трех дней договор между городом и индивидуальным предпринимателем будет подписан. Но тендер проводился лишь на перевозку умерших в морг. И, например, заниматься захоронением так называемых невостребованных тел по-прежнему будет горкоммунхоз. Отобрать у них и эту работу пока желающих нет. Егор Орлов, Дмитрий Кравченко, Радик Ганеев, РЕН-ТВ, Набережные Челны.